Всем огромный привет! Очень рад быть снова с вами! И сегодня, как всегда, хочу поделиться своим новым заказом из компании Faberlic по 17 каталогу. Кому интересное видео, приятного вам просмотра! Конечно, покажу, с какого каталога я делал заказ. Такой у нас идет 17 каталог. Думаю, все мы известны, все мы знакомы. Кто-то получил уже заказ, как я, кто-то ждет, а кто-то еще думает, стоит приобретать что-то или не стоит. Так что давайте приступим. Что же все-таки у меня приобрели именно с этого каталога. Заказ небольшой, но и немаленький. Надеюсь, будет интересно. И также, кто любит такие ролики, чтобы не пропускать такие ролики, подписывайтесь, ставьте колокольчик и, конечно же, лайк. И первое, что хочу я, конечно же, вам показать. В тот раз это была вообще новинка еще в каталоге номер 16. Но ее, к сожалению, не было на складе. И этот раз, когда я делал заказ, я все-таки надеялся, что будет. И слава Богу, в этот раз, в 17 каталоге, все-таки этот продукт есть на складе. И это новинка каталога номер 16. Дом Фабрик. Средство для по уходу за ванной комнатой. Очень, конечно же, интересно было узнать, попробовать, потому что я всегда пользуюсь только именно от Фабрик. Мне эти продукты нравятся. И этот раз у нас новинка. Это средство для очищения ванной комнаты. Вот. Ультравайт. И он идет у нас морская свежесть. Эффект белизны. Сияющая белизна и блеск хлора и отбеливателей. Эффективное ускорение любых загрязнений и запаха в ванной комнате. Так что вот такой вот продукт 500 миллилитров. Очень будет, конечно, интересно попробовать. Я надеюсь, что этот продукт мне так же понравится, как и предыдущий его продукт. Хотя, конечно же, в том продукте мне не нравятся ароматы. Просто задыхаешься, дышать нечем и хочется куда-то убежать. Так что я надеюсь, что здесь такого не будет результата. Все-таки здесь может быть по-другому как-то сделан этот аромат. Что не будет выедать ни глаза, не будет пошить в горле, не буду задыхаться. Так что я на это буду надеяться. Ну и, конечно же, потом я обязательно расскажу вам. Лучше, чем тот продукт или такой же самый, или может быть и хуже. Но я думаю, что хуже вам не может быть. Я думаю, что должен быть лучше. Я на это буду надеяться. Так что один приобрел я себе, и еще один у меня приобрела клиентка. Так что таких вот два продукта. Как раз тоже была очень хорошая цена, если не ошибаюсь. И шли они по 65 гривен. Но я всегда беру, если я беру себе новинки, я всегда беру на пробу. Если вдруг что-то нравится, потом, конечно же, я плюс еще приобретаю потом своим родным. Потому что такие продукты всегда нужны в каждом доме. Без этих продуктов просто нереально. И, как я всегда говорю, дешево и сердито. И в данный момент действительно очень все хорошо очищается. Это вообще просто бомба. Следующее также хочу показать. Также у меня приобрели от Домфабрелик. Это констрированные средства для бальзам, для мытья посуды. С ароматом миндального молока. Думаю, всеми известный. 500 миллилитров. Также очень хорошо, что приходит именно заклеено все скотчем, чтобы нигде ничего не пролилось. Это очень хорошо. И решили у меня приобрести. У меня такой же самый продукт. Я таким продуктом сейчас пользуюсь. Но, что хочу сказать, что у меня аромат в бутылке больше понравился, чем в использовании. В использовании как-то вот этого аромата я так более-менее не слышу. А даже если слышен аромат, для меня он какой-то обычный, какой-то вот мыльный аромат. Что-то такого сверхъестественного от этого аромата я не ощущаю. Хотя в бутылке очень вкусно, приятно пахнет молочным миндалем. Это 100%. Также этот продукт мне очень нравится тем, что он хорошо моет как в холодной, так и в горячей воде. Вот. И минус один, что только... Ну, минус два, это аромат. И минус второй, это то, что очень идет большой расход. Вот. Я не знаю почему, но мне кажется, что на гелевой основе намного экономнее, чем на кремовой основе. На кремовой основе как-то он у меня быстрее расходуется, чем на гелевой основе. Вот. Я уже сколько пользуюсь? Наверное, уже полтора месяца я использую. У меня уже осталось вот где-то вот сколько. Но в данный момент я не хочу его разбавлять. Хотя говорят, что можно разбавлять. Вот. Я не люблю такие продукты разбавлять, а еще плюс это кремовый продукт. Вот. Еще плюс идет защита для рук. Ну, как-то вот у меня нет желания его разбавлять. Еще бы гелевый бы разбавил бы. Ну, этот как-то вот не хочется. Вот. Так что по поводу экономии он совсем как-то вот, к сожалению, не экономный. Гелевый намного экономнее, чем вот кремовые продукты. Но то, что слава богу, что он своей работой справляется. Это, я надеюсь и думаю, это главное на первом месте. Так что вот решили у меня его приобрести. Простите. Так. Следующее, что хочу я вам показать. Так. Также у меня приобрели новинку с этого каталога. Думаю, всеми знакомые. Грэнли. Или Гринли. Это у нас идет и также дом Фабрелик. Это серия биопродукты. И этот раз у меня решили заказать концентрированный биогель для митя посуды. Для жесткой воды, биоформула, антиналет, натуральный цитрусовый микс. Вот такой продукт 500 мл. Что хочу сказать, что я себе его еще не приобретал, потому что у меня есть пока чем пользоваться. Ну, цена, что в этом каталоге 85 гривен, что в каталоге номер 18, также такая же будет цена. Так что, если что, надо будет взять потом и попробовать. Но, что хочу сказать по поводу этого продукта. Я не знаю, захочу ли я его попробовать из-за аромата. Потому что здесь пишется, что цитрусовый микс. Здесь нарисованы апельсины, да, или мандарины, или апельсины. И все-таки я думаю, что он будет пахнут, там, ну, каким-то вот апельсином, мандарином, что-то такого рода. Но он для меня, к сожалению, пахнет, опять же, химозным лимоном. Я не переношу ароматы, где присутствует химозный лимон. Так что для меня это немножко разочаровывает. Потому что я не могу использовать эти продукты, которые я вздыхаюсь от этих ароматов, от этих отдушек. Так что там еще, я знаю, есть еще на травяной основе. То вот на травяной основе, наверное, я себе возьму, попробую, ну, на пробу возьму. Будет очень интересно. Ну, с цитрусовым зарядом точно, ну, с миксом точно я приобретать себе не буду. Но надеюсь, что клиентке понравится. И она не такая, может быть, дотошная, как я по поводу ароматов. Так что ей может понравиться и аромат, и сам продукт. Так что, надеюсь, будет довольная. Но я же говорю, что вот я дотошный по поводу этого всего. Если что-то мне не нравится, я его не буду приобретать, потому что зачем себя насиловать. Вот. Следующий также у меня приобрели новинку. Это у нас идет акваспрей освежитель воздуха. Это у нас утренняя свежесть, защита от запаха животных. 250 миллилитров. Вот. Ну, я думаю, всем известные бутыльки. Да, также здесь у нас присутствует заглушка. Можно спокойно нажать и потом использовать. Если нажимать заглушка обратно, мы использовать ничего не можем. Это, типа, сделано как для деток. Но, понятное дело, что детки справятся полным ходом. Это для них не проблема. Вот. По поводу аромата. Очень интересный такой вот аромат. Он для меня пахнет именно шампунью от Faberlic Botanica. Вот. Какой-то вот именно такой вот аромат здесь присутствует. И плюс как-то вот ноты зеленой скошенной травы. Вот именно как-то вот шампунь и с нотом скошенной травы. Вот такой вот аромат я ощущаю именно в этом освежителе воздуха. Вот такой вот момент. Так что, надеюсь, что клиентка останется в восторге от этого продукта. Так. Следующие также у меня приобрели. Хорошая была цена. Если не ошибаюсь, 45 гривен это стоило. Это ополаскиватель для полосерта. Экстра свежесть для всей семьи. 250 миллилитров. Думаю, все мы известны, все мы знакомы. Я также им пользовался когда-то. Продукт неплохой. Но, к сожалению, мне не нравится, что жжет полосерта. Полосерта и полностью, конкретно, как и язык, десна. Ну, как-то вот я не люблю эти продукты, которые очень сильно жжут полосерта. Так что я поиспользовала один раз и как-то больше мне не захотелось. Но так сам по себе продукт очень хороший тем, что он очень хорошо освежает. И также я надеюсь, что он убивает и микробы. Вот. Но, опять, 250 миллилитров. Да, ну, это маленький объем. Не знаю, как кому. Для меня нужно, наверное, объемы по 5 литров. Чтобы хватило, но очень долго. Потому что вот эти по 250 миллилитров флаконы, их хватает, но очень мало. Так что, как сказать, они не так уж и экономны. Потому что, если использовать утром и вечером, он очень быстро расходуется. Ну, я же говорю, решили мне приобрести. Такая была хорошая цена. Но почему бы не приобрести? Правда же? И я об этом. Следующий. Также хочу показать вам новинку с этого каталога. Я сначала даже не был ни в думе, ни думаю, что случилось. И какая может быть новинка из серии зима. Вроде в том году это же была серия зима. Такая же самая упаковка. Такое же самое оформление всего. Думаю, к чему тут новинка? Я как-то даже вот и не задумывался, что там такое может быть. Что-то в лаз попало. Очень весело. Вот. И я тут, короче, по ходу дела понял. Вы же понимаете, я не внимательный оказался. Но клиентка моя внимательная оказалась. И теперь я прекрасно понимаю, почему это новинка. Потому что у меня приобрели именно из серии зима появилась новинка ультрапитательный шампунь для волос. Вот такой вот продукт. Я же говорю, я никогда в жизни не мог бы подумать, что это может быть шампунь. Потому что здесь у нас 100 миллилитров. Не очень такой вот большой объем для шампуня. Мне кажется, что такие вот шампуни более подходят, наверное, для дороги. Да. Вот. Потому что если так, то как-то вот маленький объем. И хотелось бы, конечно, если уже использовать, то такой, чтобы хватило его на всю зиму. А не на, я не знаю, там на месяц этого шампуня, наверное, хватит. И то еще зависит, у кого какая длина, какая густота волос. Так что тут может хватить и совсем на чуть-чуть. Вот. Но я же говорю, как-то они немножко пожлобились по поводу миллилитра. И также это у нас идет, так, ультрапитательный шампунь. И он идет для всех типов волос. Ну и, конечно же, это типа как серия зима. Типа защита волосам на зиму. Так что я же говорю, что, конечно же, как всегда, оформление очень интересное. Но вот и, к сожалению, то, что очень мало миллилитров. Мало. 100 миллилитров это очень мало. Вот. Так что как-то вот странно. И, к сожалению, аромат не могу я услышать. Как, что, к чему, потому что она приходит запечатанная в следу. Вот. И также к этому еще плюс приобрели у меня. Это идет у нас ультрапитательный бальзам для волос. И также здесь у нас присутствует 100 миллилитров. Также для всех типов волос. Ну, как всегда, оформление очень интересное у них. Спору нету. Очень, конечно же, красиво так вот все стоит. Но я никогда в жизни бы не подумал бы, что это и шампунь и бальзам для волос. Я думал бы, что это крем для рук, или крем для лица, или лосьон, может, для тела. Или даже крем для ног уже можно было бы подумать. Ну, чтобы шампунь и кондиционер никогда в жизни бы я не подумал бы даже. Вот. Также я по поводу этого аромата тоже ничего не могу сказать. Потому что также приходят запечатанные в следу. Так что, ну, никак не смогу я вам показать. Так, следующую также новинку, которую у меня приобрели, это твердые мыла, которые и шли в новинках. Это у нас идет фигурное мыло варежка. 60 грамм. И еще одно мыло, и также фигурное. Это у нас уже с бычком. Год символа следующего года, 2021 года. Так что, решили у меня приобрести такие вот два кусочка мыла по 60 грамм. Там, к сожалению, по поводу аромата ничего сказать не могу. Потому что через упаковку аромат не слышен. Вот. Но надеюсь, что понравится такие мыла. Я жюри, у меня очень часто любят приобретать именно твердое мыло. Очень любителей много на твердое мыло. Так что, вот, их бывает и приобретать. Я с одной стороны думаю, боже, слава богу, что я не любитель твердых мыл. Потому что у меня, наверное, уже была бы большая коллекция этих разных мыл. Потому что они все какие-то симпатичные. Да, как-то вот бы хотелось бы. Пусть бы оно там лежало и так дальше. Слава богу, что я не люблю твердые мыла. А то я как-то по поводу этих мыл как-то безразличен. Так что, слава богу. Хоть в чем-то плюс. Вот. Следующую новинку, которую я хочу вам показать с этого каталога. Это, получается, была хорошая акция на Бьюти Кафе. У нас там получилась съездка и новинка. Если вы приобретаете два продукта, то каждый продукт идет по желтым ценникам. И за это у меня приобрели новинку. Это идет у нас крем для рук. Называется у нас Грушевая парфем. Питательный крем для рук. 75 миллилитров. Вот такое вот прям весь. Оформление, конечно же, очень красивое вообще. Открыть могу и показать также могу. Что хочу сказать, что он идет такой вот прям плотный. Он белый, плотный. И при распределении сразу видно, что он такой вот прям плотноватый. Как раз на зиму этот крем пойдет самый-самый раз. Он не водянистый. Ни в коем случае. Нет такой вот не средней консистенции. А вот именно действительно густой. Вот. Очень даже так вот хочу сказать, что не очень так и легко и распределяется по всей руке. Надо очень хорошо так вот постараться его распределить. Ну и, конечно же, вот оно уже все впиталось. Нету ни липкости, нету никакого бескомфорта. Очень приятная кожа. Питательная такая вот увлажненная. Так что на зиму подойдет самый-самый раз именно вот этот продукт. Вообще просто. И аромат. Очень вкусно. Пахнет вот как по мне. Он мне пахнет. Я не знаю. Я никогда не кушал именно грушевое парфе. Вот. Но он мне пахнет. Вот вы знаете, есть яблочные пироги. А вот это мне пахнет именно грушевым пирогом. Вот именно еще там, наверное, в рушах еще присутствует немножко корицы. Ну очень вкусный. Такой вот прям грушевый, пряный. Такой вот именно... Боже, где-то волос у меня попал. Что-то мешает в лозу. Вот. И такой вот прям грушевый, пряный. И с... Скажите мне, я вам скажу. С какой-то выпечкой. Ну очень вкусный, приятный аромат. Прям хочется скушать. Так что, я надеюсь, клиентка останется в восторге именно от этого продукта. Я себе не приобретал, потому что там была акция. Мне ничего такого не надо было. А как-то вот один крем без акции как-то вот мне не хотелось приобретать. И думаю, у меня и пока и так достаточно этих кремов для рук. Думаю, я пока воздержусь. И также еще по акции у меня решили еще приобрести это суфле для тела. Также с этой же самой серией Beauty Cafe. Здесь у нас присутствует 150 миллилитров. Вот такая вот баночка. И здесь он действительно идет как суфле. Потому что, если посмотреть, он такой вот не кремовый. Он действительно как суфле вот такое вот. Какой-то даже как желейка какая-то вот там. И сам по себе и видно, да, что он такой вот легкого салатового оттенка. И, конечно же, это все приходит у нас запечатанная в фольгу. Ну, открывать я не буду, понятное дело. Вот, потому что я не хочу туда пальцы тыкать. Так что, я надеюсь, что этот продукт также понравится именно. Так что, такой вот наборчик по желтой цене. Вот, получился очень-очень так неплохо. Почему бы и нет? Вроде 57 гривен и 45 гривен. Вроде по желтым ценникам, если не ошибаюсь. Но, честно, я уже не помню. Также у меня приобрели очень классный продукт. Это выравнивающая основа под лак. Действительно, очень достойный продукт. У меня часто приобретали. И этот раз очень хорошая была цена. И решили, опять же, ее приобрести. Он идет такого вот именно бледно-розоватого отлива. И код именно вот этого продукта. 73,96. Очень действительно хорошо распределяется. Здесь хорошая широкая кисточка. Так что, можно нанести даже одним нанесением. Так что, очень хорошо все оформляет. Так что, я говорю, любят у меня также вот эти продукты. И в этом каталоге хорошая цена была 45 гривен. И за это почему бы не приобрести. Следующее, что хочу показать. Также у меня приобрели новинку. Это у нас идет тушь. Так. Ну, здесь у нас не пишется. Я уже не помню. Удлиняющая, не удлиняющая. Ну, я не помню. Вот. Или объемная. Вот такая вот идет у нас тушь. Ну, мы всеми известная уже тушь. И как раз если видно по упаковке, да, что у меня приобрели коричневую тушь. Потому что, там три вида упаковок. Там вроде коричневая, черная и синяя. Если я не ошибаюсь. Так что, это у меня приобрели коричневого цвета тушь. Вот. Так что, даже вот здесь видно, что это коричневая тушь. И здесь у нас код туши 5762. Так что, надеюсь, что клиентке понравится. И останется в восторге. И будет потом постоянно приобретать именно вот эту тушь. Вот. Я на это надеюсь. Потому что, у меня есть клиентка, которая очень любит тушь. Думаю, всеми известную. Это именно суперобъемная тушь для ресниц. Ваш Оскар, да. Именно 3D эффект. Вот. Думаю, всеми известная. Вот такая вот коробочка идет. В предыдущем заказе я вам показывала эту тушь. Только там была бордовая упаковка. Этот раз у меня решили приобрести в золотой упаковке. И хорошая также была цена. Она и шла по бонусам. Если вы делаете с каталога на сумму 219 гривен, если не ошибаюсь, тогда ее можно было приобрести за 100 с чем-то гривен. Именно вот эту тушь. Так что, решили приобрести. Вот. Потому что у меня любители именно вот этих тушей. И остаются в восторге. И также. Эта тушь именно была бордовая. Эта золотистая. И если вы помните, что в бордовой туши и шел у нас бархатный чехол бордовый. Ну, а в этой туши, к сожалению, никакого чехла не присутствует. Хотя вы помните, раньше в этой туши также был бархатный черный чехол. Ну, сейчас уже, наверное, решили, что не стоит ставить сюда чехлы. Ну, было бы, конечно же, интересно, если здесь все-таки был бы чехол. Как и в той туши. Вот. Так что, любят такую тушь. Именно, что этой клиентке нравится. И действительно делает объем. Хорошо прокрашивает реснички. Не отпечатывает на кожу. Не обсыпается. Держится на целый день. Так что, клиентка любит такие штуки. Так что, решила вот и приобрести тот раз бордовая была упаковка. Этот раз уже упаковка золотистая. И также она идет в черном цвете. И здесь номер туши 0542. И еще раз повторюсь, она идет по бонусам. Если вы сделали заказ на 200 с чем-то, 219 или 236. Я уже, честно, не помню, не буду обманывать. И тогда она будет приобрести по бонусу. И последнее, что хочу я вам показать. Если вы знаете, что в Фаберлике уже сейчас можно приобретать один продукт со скидкой минус 70%. И я тут решил приобрести себе новинку. Я не знаю, в каталоге 17 я что-то этой новинки не наблюдал. Может, я опять же плохо заметил эту новинку. Потому что в каталоге номер 18 точно эта новинка присутствует. Из-за этого мне очень интересно было бы попробовать этот продукт. И еще плюс со скидкой минус 70%. Почему бы не попробовать? Это у нас идет маска очищающая 4 в 1. Вот такой вот идет у нас продукт. Вот так вот называется. Чтобы я вдруг где-то что-то неправильно назову, лучше вы сами посмотрите. И также здесь у нас 4 свойства, да, есть. Это первое, бежно отшелушивает и выравнивает кожу. Второе, глубоко очищает поры. Третье, контролирует избыточные выделения сэбума. И четвертое, дарит ощущение комфорта. И также, что очень хорошо, что этот продукт можно использовать как в маске, как можно использовать как скраб. И также можно его использовать как именно ежедневное очищение лица. Это типа как умывалка, да, именно в таком вот варианте. И также, если вот посмотреть способ именно вот этой маски. Нанести на сухое лицо и оставить на 5-10 минут. Потом мы это все смываем, конечно же, теплой водой. И эту маску можно использовать 1-2 раза в неделю. Вот. Также можно использовать как скраб. Но я хочу сказать, что он не так как скраб действует. Для меня он такое ощущение, что он для меня как пилинг, чем скраб. Потому что здесь присутствует именно какой-то вот именно такие мелкие частички, как песок. Вот. Там не крупные скрабинки. Я, конечно же, вам покажу сейчас. И здесь, как наносить. Нанести на влажную кожу лица и помассируйте. Удаляя особое внимание зонам лба, носа и подбородка. Тщательно смойте водой. И применение также 1-2 раза в неделю. И ежедневное очищение. Нанести на влажную кожу лица массирующими движениями, избегая области вокруг глаз. Смойте теплой водой. Используйте дважды в день. Так что получается, что ее используем утром и вечером. На каждый день. Да. Вот такой вот вариант. И также эта маска рекомендованная для нормальной и комбинированной, и жирной, и склонной к проблемной коже. Именно вот этот продукт как раз подходит под такую кожу. И также этим продуктом можно использовать даже от 12 лет. Так что вот такая вот получается вот серия. Так что, как можно сказать, это серия для любых возрастов. В таком вот варианте. И, конечно же, я сейчас открою и вам покажу саму эту маску. Она такая вот идет интересная. Она какая-то вот именно кремовая. Даже мне бы сказал, что немножко жидковатая. И по цвету она идет у нас белая. Вот такая вот. И при распределении вот она такая вот прям белая. Вот так вот она наносится. Очень легко распределяется. И, конечно же, эту маску очень хорошо нужно равномерно наносить. Ну, я это по поводу маски. Почему? Потому что если где-то будет там тоньше слой, там толще слой, то получается так, что там быстрее высохло, а там еще пока и не высохло. Так что желательно распределять именно ровным, тонким слоем. Вот. Не нужно слишком наносить толстым слоем, потому что будет очень долго она у вас застывать. Ну, если вы не хотите, но вообще, если не хотите, чтобы она вас застывала, то можно и толстым слоем. Хотя я считаю, что достаточно именно тонким слоем нанести. И до этого будет достаточно. Также, если вот, когда мы наносим, и будет видно, а здесь присутствуют такие вот именно крупицы. Ну, я же говорю, они такие, как песок какой-то. Так что для меня он как-то, как не скраб, а как просто пилинга идет. Такое вот ощущение. И даже вот здесь, наверное, будет лучше видно. Вот такие вот скрабинки. В этой маске. Вот. И аромат. Очень у него интересный аромат в этой маске. И вот что-что. Я еще ни в одной косметике, ни в одной фирме, я не слышал этот аромат. Ну, какой-то он для меня, какой-то такой вот прям необычный аромат. Как-то вот и специфический, и не специфический, но какой-то вот именно интересный аромат. Я даже не могу сказать, чем он пахнет. Вот как-то вот именно каким-то, вот каким-то вот косметическим ароматом. Каким-то вот именно. Но очень приятный. И я же говорю, я такого аромата еще в косметике не слышал. Вот, очень приятно. Так вот даже с каким-то вот какой-то вот даже свежестью пахнет. Интересный аромат. И, конечно же, когда вот, допустим, у меня уже немножко оно побыло, вот, видно, что оно сразу начинает немножко вот впитываться. Ну, если делаем маску, да, оно немножко впиталось. И при, когда мы вот держим, и у него присутствует липкость. Все-таки липкость здесь присутствует. Ну, это, я думаю, не так уж и важно, потому что все равно ее нужно потом смывать теплой водой. Так что будет, думаю, все нормально, все комфортно. Так что в этом плане, я думаю, нет никаких проблем. Вот. Так что вот так. И кожу также стягивает. По ощущению, слышу, что стягивает мне кожу. Вот. И вот, если вот посмотреть, вот такие вот еще раз я вам покажу крупицы. Какие вот здесь идут такие вот прям мелкие крупинки. Так что все, мои хорошие. И в такой маске, если я не говорил или говорил, здесь у нас 75 миллилитра. Именно идет в этой маске. Вот. Так что, мои хорошие, вот такой был у меня небольшой заказ из компании Faberlic по 17-му каталогу. Вот. Надеюсь, как всегда, может, было интересно, может, чем-то и полезное. Как всегда, мои хорошие, до новых встреч. Целую и люблю. Ваш Игорь. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!